Смотрите, я хотел бы затронуть тему, которую, кажется, Борислав затронул, это информационная вот эта вся история. Вот давайте не будем про всё сразу. Каждый может сказать, я знаю все эти проблемы, и это, и это, и образование, и всё что угодно. Это всё правильно, вопросов нет. Но вот пример конкретный, мы говорим о конкретных шагах. Вот прошло два года после аннексии. Прошёл почти год после того, как запрещены были в Крыму все крымско-татарские медиа, которые говорили правду, защищали свой народ, не сдались, не подняли флаг и так далее. В апреле прошлого года, после того, как АТР был запрещен, но чтобы вы понимали, что такое АТР, это крупнейший и лучший телеканал, это медиахолдинг с радио и так далее, с Крыма, который смотрели все, не только крымские татары, и сейчас смотрят все, не только крымские татары. Вопрос, как они его смотрят, я сейчас до него дойду. Значит, проходит почти год. С июля возобновляет вещание телеканал АТР из Киева. После слов президента о том, что это дело чести для страны, чтобы АТР вещал здесь и так далее. На улице Банковой находится канал сейчас? Нет, наш канал не находится на улице Банковой, находится на улице Вавиловых, недалеко здесь. А на Банковой находился, я говорил, это машина стоит? На Банковой, конечно, другой, конечно. АТР, извините, извините, Черноморка, извините. Да, да, там другой крымский канал тоже, кстати. Я с ними общался, извините. Да, да, они хорошие ребята, тоже наши друзья. Смотрите, что происходит? Много разговоров. Крым это Украина, много хороших слов, обращения по крымско-татарски. Мы все это помним и с благодарностью все это воспринимаем, да? Что по факту? Значит, как вы сказали, вещания там нету. То есть оттуда заходят сюда, а не отсюда туда. Да, да, это разные немножко вещи. Вот вы говорите про гибридную войну там и так далее. Правильно? Абсолютно. Ну так вот, а там нет, вы сказали, что там нет окопов. Но там нет и таких окопов, и таких окопов эфирных, да? Я же знаю, я об этом и говорю. Вот, значит, дальше что происходит? За это время я убежден, что можно было наладить вещание радио Мейдан Крымско-Татарского на почти всю территорию Крыма. Эта технология сейчас позволяет в FM-диапазоне, не в том средних волнах, которые, извините, никто не слушает почти, но просто по факту, что это средние волны. Они не слушаемые, у них помех много. Их люди не слушали даже в те времена, когда не было никаких проблем, и средние волны были в Симферополе свободны, их тогда не слушали. Но есть FM-диапазоны, есть возможность ставить передатчики, ставить вышки, да? За это время можно было возобновить эфирные вещания телеканала АТР на, опять-таки, большую часть Крыма. Значит, ничего этого нет вообще. Сейчас будет сделано. Послушайте, ну, вот я, как крымский татарин, поверю, когда увижу. Значит, я не верю пока. А я верю. Ну, я вообще, вообще, вообще атеист, поэтому я вот, когда увижу, тогда я скажу. Значит, дальше, я вот, слушайте, я не хочу никакую политику, я вам расскажу, как есть, чтобы вы понимали ситуацию. Я не могу на эфире говорить про нагальные проблемы, которые с трибуны Верховной Рады. Так вот я говорю, потому что оно будет сделано. Спасибо вам большое. Вы, вот, в политике, дайте, я договорю, что факт, чтобы вы знали, из этого и сходили. Просто я расскажу, как есть, а вы там трактуете, спорите и так далее. Значит, за это время, и подчеркиваю, для возобновления вещаний на Крым не сделали ничего. Дальше я вам сейчас хочу сказать, вы просто, может быть, там сидите крепко, да, и не упадете по этому. Вы знаете, кто оплачивает вещание телеканала АТР на территорию оккупированного Крыма? Кто? Как вы думаете, кто обеспечивает вещание украинского как-то колданала на территорию Крыма? Ленур Ислямов. Кто? Ленур Ислямов. Ленур Ислямов. Человек, который лишился всего своего бизнеса, вообще всего, остался вообще ни с чем. Он объявлен в России террористом, экстремистом, кем угодно. Он является патриотом Украины, который делает какие-то реальные дела. Значит, вот одно его реальное дело, с которого он начал и которое он продолжает на себе нести, он его создал в Крыму и сейчас здесь. Это телеканал АТР, радио Мейдан, ну и так далее. Вот это медиахолдинг крымско-татарский, да. Значит, тысячи десятки тысяч долларов тратит телеканал Беженец, у которого нет даже офиса, который мы снимаем вот тут за коммерческие деньги. Студию за коммерческие деньги. У нас нет возможности делать нормальные передачи. То есть вы нуждаетесь в государственной поддержке? Да нет, ну слушайте. В госпрограмме, ты и там это было бы тоже. Мы нуждаемся даже не в поддержке, а в компенсации той потерянной собственности. Может нам государство сейчас помочь в этом? Собственность там отобрана, да, хотя бы на телеканал. И, извините, доставка сигнала на территории страны, а Крым является территорией Украины по всем законам, понятиям и мнениям, да. Вот, извините, это дело государства. Это не из моей зарплаты и не из зарплат сотрудников должны вычитаться деньги. Продолжение следует...